Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы с вами будем делать пион. Пион очень красивый, пышный цветок и достаточно сложный. В нем очень много деталей и каждые детали можно делать по-разному. И каждый цветок будет получаться разный. Для пиона можно использовать очень разные ткани. Очень хорошо для них использовать и натуральный шелк. Я хочу для пиона использовать крепежаршет. Итак, вот какие детали, выкройку пиона я нашла. Вот эта подклейка пиона, она достаточно интересная, достаточно большая. Вот это листики пиона, они тоже могут быть чуть побольше и чуть поменьше. Что касается лепестков, лепестки очень разнообразные. Допустим, срединка может иметь много таких лепестков. Могут они такие быть изогнутые, достаточно такие вот репристые. Могут быть вот такие лепестки, тоже необычной формы, побольше с вырезами серединки. И крайние лепестки, внешние лепестки, они самые будут самые большие. Итак, вырезаем все детали из крепежаршета. Вот что у меня получилось. Насчет количества, насчет количества лепестков, опять же, это может быть, все зависит от вас. Сколько вы решите, чем больше будет количество, тем пышнее будет получаться сам наш цветок. Что касается листьев, я использовала для него креп атлас. Вот такой вот, предварительно я его уже покрасила. Он у меня немножко не высох, сейчас высохнет. И я из него вырежу подклейку и наши лепестки. Теперь переходим к окраске лепестков. Лепестки будем красить нежным цветом. Вот возьмем, например, самые центральные лепестки. Они у нас будут самые насыщенные. Мы сначала, как обычно, лепестки кладем в воду. Смачиваем их водой. Сейчас к вам поближе сделаем. Смачиваем их водой хорошо. Вот так и начинаем красить. Красить будем самым таким, более насыщенным цветом, который я сделаю. Он у меня такой, в общем-то, бежевый. И вот самым насыщенным бежевым мы прокрашиваем все средние лепестки. Они у нас будут выглядеть вот так. Сейчас покажу. Вот, примерно вот так. То есть мы их прокрашиваем и кладем сушиться. Вот такой необычный бежеватый цвет будет у нас. Они будут у нас самые-самые насыщенные. Так, теперь мы берем лепестки вот такие, да. Точно так же их смачиваем водой и раскладываем. Избавляемся от пузырьков. В центре каждого лепестка. Одного, второго, да. Вот, теперь мы берем и окрашиваем лепестки вот в такой нежный-нежный, полностью все бежевый цвет. Теперь берем более насыщенный бежевый и чуть-чуть-чуть-чуть вот проходим. Вот, у основания и по краям. По краям и у основания лепестков. Сейчас я вам покажу, как они у нас будут выглядеть. Вот, примерно так у нас будут выглядеть лепестки вот с центральным вырезом. Вот, видите, они у нас уже немножко погледнее. Теперь берем следующие лепестки. Их так же смачиваем и раскладываем. И точно так же мы их будем раскрашивать. Избавляясь сначала от пузырьков и параллельно сразу делаем краску. Такую бледненькую-бледненькую. Можно взять еще чуточку вот. насыщенного и покрасить только у основания. Только у основания. Все. Вот так вот мы покрасим следующие лепестки. Сейчас мы их положим сушить. Вот, посмотрите, они... Они у нас еще бледнее, нежели чем те. Предварительные две пары. Вот у нас первые две пары, вторые две пары и третьи две пары. Остались у нас последние, да, самые большие лепестки. Они у нас будут самыми бледными лепестками. То есть опять мы их раскладываем. Не избавляемся от пузырьков на каждом лепестке. Все. И оставляем нашу верхнюю часть, где-то половина, вообще белыми их. Окрашиваем только половину бледным-бледным бежевым. То есть практически вот оставшиеся большие лепестки, они у нас будут почти белые. Мы их также раскладываем сушить, сушиться. Вот как они у нас выглядят по сравнению с теми лепестками, которые мы с вами положили вот до этого. То есть они у нас практически слегка-слегка бежевые. Даже можно сказать, вот белые, да, белые. Кончики вообще белые. Вот таким образом мы обрабатываем все наши лепестки. Итак, продолжаем работу над нашим цветком. Наши лепестки уже высохли. И вот что они сейчас представляют из себя. Вот самые маленькие. Потом именно вот эти, эти и, в принципе, вот этот большой. Вот я тут оставила по несколько штук. И сейчас я вам расскажу, как я решила их обрабатывать. Сначала я думала, что буду использовать инструменты для цветоделия. А потом подумала, что в принципе пионы могут делать и те, у которых нет вообще инструментов. Поэтому решила сделать все с помощью холодного гофрирования. Сейчас мы с вами будем гофрировать эти лепестки. Я выбрала несколько лепестков. Естественно, все я не буду вам показывать. Как делать холодное гофрирование, я уже показывала вам. Сейчас просто вот самые маленькие лепестки, их складываешь вот вдвое на тонкий платок. Подкладываешь руку, но уже не полностью вот так, а вот именно вот этим местом, где сама маленькая деталька. И вот так вот вытягиваем. То есть руку кладем левую, а протягиваем правую. Вот что у нас должно получиться. Вот такой гофрированный маленький листочек. Точно так же мы обрабатываем сначала вот такие вот лепестки. Складываю их двое. Таким же способом. Вот как он у нас получается, такой лепесток. Вообще, крепоржет мне очень нравится тем, что у него получается очень красивая холодная гофрировка. Видите, какая? Вот теперь вот эти лепестки. Их так же складываем вдвое. Гофрировым. Один. Еще один. Это делаем быстро. И оставшийся последний. Вот этот крайний. Они почти белые лепестки. Помните, мы их практически не прокрашивали. Чуть-чуть только тонировки. Итак, что нам делать с нашими лепестками? Они у нас вот такие вот еще. Немножко кривые, косые. Вот эти лепестки с загнутыми краями мы еще немножко вот так вот рукой берем и стараемся их немножко загнуть. Просто вот так вот немного-немного скрутив. С одной стороны и с другой стороны. Стараемся не мять вот ту гофрировку, которая у нас получилась. Аккуратненько загибаем. Слегка вот так вот. С одной стороны и с другой стороны. Вот так. теперь вот этот уголок самый низ мы оттягиваем к себе и растягиваем вот такой должен быть лепесток что касается вот этого лепестка его чуть-чуть опять же в этой стороне оттягиваем и растягиваем а здесь просто руками вот таким образом гофрируем вверх вот так то же самое вот лепесточки и оттягиваем основание теперь у нас остались большие лепестки мы их таким же образом гофрируем очень аккуратно стараясь не повредить холодную гофрировку вот и остался вот этот маленький лепесток вот легко и вам видите такой с кончиками вот эти хвостики можно загнуть с помощью пинцета можно загнуть в разные стороны как хотите таким образом таким образом образовываем полностью все лепестки теперь нам надо перейти к сборке наших цветов я тут обработала конечно сама все вот оставшиеся вот это вот мелкие лепестки начнем со сборки их с как мы будем собирать будем собирать на вот такую вот срединку как делать срединку подобную я вам показывала то есть берете проволоку берите кусочек ватки проволоку складываете пополам вот и скручиваете вот такой вот вот такой вот кружок да Потом, значит, берем, смазываем его клеем и самую первую верхнюю вот такую детальку накладываем и наклеиваем. Теперь берем тычиночки, вот так вот вокруг, вокруг полностью прокладываем, ну, как вот хотите, и прикручиваем клеем, гофробумагу используем. Теперь мы к этому основанию, к этой серединке, мы будем с вами приклеивать наши маленькие лепестки. Для этого мы вот основание хорошо проклеиваем, клеим, берем самые маленькие лепесточки и вот складываем вдвое их и аккуратненько подкладываем. Подкладываем, подкладываем вот к основанию и приклеиваем. Опять же берем, что у нас получилось, складываем пополам и приклеиваем. Нам нужно приклеить так, чтобы вот наши, наши листики, они были очень хорошо, вот густо собраны в середине. Вот, опять же, берем, можно использовать ведь еще клей для того, чтобы вот просто склеивать сами, сами лепесточки, чтобы они ложились вот так пополам. Так, таким образом. Это дело достаточно кропотливое, потому что вот, чем больше будет лепестков, тем более пышнее получится наш цветок. В принципе, можно еще дополнительно, не просто проклеить, так что там не клей какой-то жидкий, а можно просто еще дополнительно обмотать, например, вот нитками основания для того, чтобы наши лепестки, вот эти вот маленькие, хорошо закрепились. Вот сейчас я это и сделаю. Просто вот так скручиваем, вот и собираем вот так вверху все. Вот таким образом. Теперь берем еще, немножко клеем, промазываем, и проходим дальше. Собираем дальше. У нас вот маленькие такие лепесточки, я их специально делала двух размеров, побольше и поменьше. Потому что поначалу они вот должны быть коротенькие, а потом они, в общем-то, удлиняются у нас. Нам главное сформировать вот достаточно такую вот большую срединку. Достаточно пушистую. Здесь особенно вот нужно обращать внимание, чтобы вот наши было побольше таких вот волнистых лепестков. Так, серединка, чтобы меньше была видна, само основание серединки. Вот, чтобы она больше такая получалась, кудрявая. Вот так. Здесь нет особого правила прикручивания листьев, допустим, как вот у розы, да. Этот лепесток мы кладем между этими двумя, или на середину там предыдущего. Нет, здесь нам просто важно сделать пушистую, такую вот кудрявую серединку, и все. В общем-то, больше ничего не надо. И смотреться высотой, чтобы она тоже не выскакивала. Она была примерно одинаковой высоты. На данном случае сейчас вот даже клея не обязательно, не обязательно клея использовать. Я вот так, я здесь нитками прикрепляю, и достаточно, в общем-то, нормально получается. Если лепестки, допустим, слишком длинные, это ничего страшного, можно будет потом их обрезать. Главное соблюдать высоту вот здесь вот. А тут они, если выходят слишком длинные, это ничего страшного нет. Так, ну вот, еще у нас осталось несколько лепестков. Вот этот у нас большой, я его прям заверну вот так в трубочку. Так, вот так он мне должен быть. И еще один остается, который я, наверное, вот сюда могу поместить. Вот так вот у нас выглядят уже самые первые лепестки, самые маленькие, которые формируют центр нашего пиона, да. Теперь мы займемся тем, что будем закреплять вторые лепестки. Вторые лепестки, это те лепестки, да, вот еще один я была. Вот еще тут один пал, у меня лепесточек, мы его тоже прикрутим. Ну вот, пока я наторву, вот что у нас получилось. Вот такая незатейливая серединка. Теперь берем вторые лепестки, они у нас уже вот такой серединкой. Мы их будем уже делать так, чтобы они уже у нас были немножко больше, чем наша серединка. Вот внутренняя, да, вот так. Мы смазываем все основание нашего пиона сначала. И прикладываем к основанию наши листики. Вот смотрите, один, два, три, четыре, пять, шесть. У нас шесть листиков, поэтому нам надо их распределить примерно так, чтобы, допустим, в одном ряду было три лепестка. Один, два, три. И вот так. И сразу же их, сразу же их давайте вот скрутим. Ну, с одной стороны, они у меня уже приклеились, они уже тут на клее, но тем не менее, мы еще используем все-таки нитки для сборки. Сильно, вот, клеевой пистолет я вам не рекомендую использовать, потому что, ну, достаточно грубо получается. И вообще, слишком много клея тоже получается очень грубо. А вот нитки в этом плане достаточно хорошая замена крепления. Так. Вот. Что у нас получается? Вот у нас первый ряд вот этих три листика, а теперь между этими листиками еще. Сейчас чуть-чуть клей намажем, как раз вот между листиками, да? И поместим следующие три листика. Туда вот один. Вот другой. И вот третий. Затем достаточно аккуратно. Здесь по принципу 7 раз отмерь, 1 отрежь. Где-то вот так примерно. Сейчас еще раз посмотрим. Да, вот так вот будет нормально. И обматываем все. Теперь расправляем наши лепестки. Какие надо, прям вот. Можете руками прям выгнуть. Креп-жаршет. Он такой материал, что он очень хорошо, очень хорошо придавать ему форму. Вот. Он достаточно нежный такой, красивый. Так, вот что у нас получилось вот с лепестками, которые вот в серединке дырочка, да? Поехали дальше. Теперь берем лепестки, которых у нас больше всего. Вот, кстати, у меня еще один лепесток остался, который мы с вами обрабатывали. Давайте мы ему найдем то же место. Вот здесь. В принципе, да, я вот говорю, что в этом, это такой цветок, где не обязательно, ну вот, знать количество, количество лепестков, которое действительно надо, да? Мне часто спрашивают, а какое размер, а какое количество? Да, в принципе, любое количество, которое вы делаете, оно будет, оно всегда сюда подойдет. Вы уже сами смотрите, если чувствуете, что вот еще бы что-то надо сделать, вот тогда еще делайте дополнительно. Лучше, конечно, делать сразу больше, чем потом добавлять, да? Вот, ну вот и сделали, значит, мы этот ряд. А теперь, значит, подставляем следующий ряд эпестков. А вот их мы будем делать уже не приматывая. Сейчас я здесь как-то из-за намотку оторву. Вот, а мы будем их наклеивать. Наклеивать уже на основании, которое у нас уже здесь появилось. Вот, это делаем следующим образом. Просто, вот, основание смазываем. Мы смазываем клеем. Берем у основания, также смазываем наши лепестки. И приклеиваем между двумя, между двумя лепестками. Еще раз смазываем немножко основанием. И теперь, и теперь на средину лепестка предыдущего накладываем следующие. И таким образом мы должны полностью собрать все наши лепестки. Опять же говорю, что вот пионы, они бывают разные абсолютно. Есть пионы, в которых очень много лепестков таких маленьких, которые составляют, допустим, вот как вот у нас серединку. В моем пионе я делала маленькую такую серединочку. А вообще, есть пионы, которые практически вот они такие вот, с маленьких лепестков состоят. Вот, у нас будет пион рукой. Вы не волнуйтесь, он все равно у нас будет получиться очень-очень красивым. Вообще, холодная гофлировка здесь очень хороша для таких тканей, как я вам уже говорила, как, например, этот вот натуральный Крикжоржет. Это натуральный стопроцентный шелк. Из всех стопроцентных шелков все-таки, вот пока я здесь вот работала, здесь не так давно с ними начала работать, как вы знаете, да? Вот, и мне Крикжоржет больше всего понравился. Теперь, если я буду покупать шелк, я буду покупать все-таки Крикжоржет. Мне он нравится. Правда, я не все еще, не весь шелк попробовала. Но это я уже точно знаю, что здесь он работать можно и нужно. Итак, вот мы с вами приклеили еще один ряд наших лепестков. Вот так это все выглядит с обратной стороны. Достаточно, скажем, красиво. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет с этой стороны. С этой стороны, в общем-то, тоже неплохо. Вот так у нас получается. Вот такой пиончик, он такой нежненький получается, мне очень нравится. Так, сейчас еще вот у нас есть два листочка. Оставшихся, сейчас мы их тоже приклеим. И перейдем к последним лепесткам, куда же мы их приклеим. Сейчас я посмотрю, вот сюда можно приклеить один. И еще один. Сейчас я его намажу и опять посмотрю на лицо. Куда-нибудь сюда тоже. Вот где-то вот здесь. Вот. Вот что у нас получилось. Так, теперь мы, остался один ряд, наши вот эти самые светлые лепестки. Теперь мы таким же образом приклеиваем самый последний ряд. Опять рекомендую смазывать последний ряд, сами лепестки. Вот, и накладывать их у основания. Так, один, два, три. Сейчас я немножко посмотрю, как у нас должно получиться. Потому что у нас четыре, пять, шесть. Здесь у нас шесть лепестков. Так, надо и так продолжить, чтобы они все у нас хорошо, хорошо легли. И он очень красивый цветок. Очень красивый цветок. И я всегда как-то боялась его делать. Потому что мне казалось, что он получится у меня очень грубо. И когда вот я уже научилась немножко работать вот с шоком, я решила, что обязательно начну делать свой первый пион из крикжоржета. И, в общем-то, я считаю, что это пока удается. Он такой нежный-нежный. Даже вот он сейчас немножко обработанный желатином. И вот видите, он даже не шуршит, ничего. Ну, достаточно красиво так нежно выглядит. Так. Сейчас еще осталось два лепестка. И, в принципе, у нас уже сам цветок готов. Так. И последний лепесток остается. И перейдем к подклейке. Так, что касается подклейки. Значит, я это делать буду как пион, как брошь. Вот. Еще заколки у меня пока нет. И я поэтому зажима самого для броши у меня нет. Я пока это делать не буду. Я вам хочу сказать, что вот этот хвостик нам всем и не понадобится. Нам его можно, в общем-то, так убрать. Вот что у нас выглядит, как выглядит наш цветок с левой стороны, скажем, да. А теперь перевернем, посмотрим, что он у нас представляет собой с правой стороны. А с правой стороны он у нас вот такой вот роскошный получился. Видите, да? И цвет такой нежный, достаточно нежный. И вот он не колючий такой. Очень красивый цветок получился. А теперь наша задача. Просто я уже взяла, там работала. То есть вот этот мы цветок с вами делали абсолютно без использования инструментов. Но подклеечку все равно надо делать с инструментами. Как делать подклейку я не буду показывать. Она у меня уже есть. Вы уже видели ее, как я это делала. Вот она в готовом виде. Мы просто ее должны с вами подклеить. Но будем подклеивать не под саму нашу. Не будем надевать ее на середину. Я вот хочу все-таки сейчас разрезать и надеть ее вот таким образом. Вот таким образом. И не показывать вам, как это все будет. Почему? Потому что надо, чтобы все, чтобы весь цветок очень хорошо высох. Вот он у нас, когда высохнет, тогда вы можете уже использовать. И, допустим, приклеивать дальше листики, чтобы они, допустим, видны были с правой стороны нашего цветка. И подклеивать вот эту подклейку. Почему я сейчас не хочу подклеивать? Потому что здесь вот еще клей должен как следует высохнуть. И вот эту серединку нам нужно уложить, будет уложить вот здесь вот вокруг. А вот это вот может быть даже и обрезать. И только тогда после этого можно уже наложить вот эту подклеечку. И под нее заколку для нашего цветка. Вот. Ну, все, что я вам хотела сегодня показать. И так, потом, когда он у вас склеится, вы придадите ему еще большую форму. И у вас будет чудесный пион. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канонникова. Спасибо. Спасибо.